Выселяемся в номер сейчас. Единственный минус этой гостиницы, конечно, это то, что приходится самим спускать. Если вот девушками ее хотят здесь жить, просто нереально. Тут, конечно, надо вот таким вот образом все спускать. Народу мало, все чистенькое, какое-то все в этом мраморе. Хрустале. О, азиатско-тихьянский, ничего себе, как мы заселились, это бы. Да, локация просто великолепная, отличная. Вообще, must have. Если что, ребята, заселяйтесь вот здесь, бесплатная реклама. Подъезжает наше такси. Да, все, bye-bye, как и говорится. Поехали дальше. Приехали мы на вокзал. Сейчас пойдем искать Аэроэкспресс и Шереметьево погоним. А вот написано, собственно, Аэроэкспресс в Шереметьево. Двухтаж. Поехать, значит, от Елорусского вокзала 50 минут до Шереметьево. Поехали. Где-то к 11 будем уже. Вот порту. Короче, все, приехали на дальше. В Шереметьево сейчас пойдем в свой терминал искать, забирать справку, которую мы сделали вчера. Надеемся, что она готова. И пойдем на регистрацию. Мы пришли сейчас в аэропорт, забираем наши анализы с третьего терминала. И пойдем в терминал Ди на посадку. Мы собрали наши труды. Сейчас съедем до терминала. Пожалуйста, держите замочи. Как видите, опять сыграли. Да, ничего не обнаружено, все у людей. Мы сдали наш багаж, прошли регистрацию. Сейчас идем на таможню. В общем, все, мы прошли осмотр и таможенной, и не таможенной. Короче, все подряд. Сейчас пойдем ждать в рейс на посадку. Международные залы совершенно пустые. Никого нет ввиду ковида. Страны закрыты. В общем, людей, не знаю, тут 50 наберется, и то хорошо. Кое-каку там в кафе сидит. Посидим в узбечке. Скортое время. Ну, как красиво тут. Этническое все. Тут меню. Здесь. Можно салат сразу взять, а тут вон. Прикольно. Ой, печка какая красивая. Такой тут Чан красивый, с ловом. Здравствуйте. Здравствуйте. Стоит, что-то там, 500 рублей получилось. И вот это. Я вообще в шоке. Ничего понять не могу, что это за цена. Ну все, погнали. Ну, на международной дали нам масочки, помадки, тапочки. Короче, дали все беруши там, все дела. Ну, в основном, окей, русские. Китайцев нет никаких, никого нет. Ну что, у меня, значит, по маршруту Москва-Нью-Йорк сегодня кошерное меню. Сейчас я открою, покажу, что там. Он славы, баранина с кускусом. Сейчас открою, мы покажем. В общем, слава. Вот так вот выглядит весь оливье. Баранина, кускус. То же самое меню, что было в Шанхае, в Москве. У меня хумус. Рассилю. Да. И томаты растертые. И вода, где-то с картошкой. А еще здесь пармеладик есть. И растертые ягодки. Ну и обязательно зелье ства. Лететь еще примерно 4 часа. Это болонезы. Ой, да, болонезы. Похожи, типа. Сделать пасту бы поела. И с предсказанием печенька китайская. Потом посмотрим, что это за предсказание. Здравствуйте. Сюда уберем сыр, ветчина, помидор. Сейчас давай смотреть. У меня кошерная опять. Утомленая говядина с картофелем. У меня она была уже. Это грустно, что повторяется. Она вкусная, но сразу не лезет. Вот опять хумус классический. Мы еще тут не доели. Там, скорее всего, будет ветчина. Сейчас посмотрю. И мезонот булочка. Да, это еще пока не открыли. Ну и опять, короче, у меня говядина то же самое. Сейчас я со Славой поменяю. Еще чуть-чуть поем болонезы. Предсказание. Что там на бумажечке. Управки для заполнения, например, посещения ковидных стран и так далее. Мы будем писать. Мы, где-то, ждать штатами. Сейчас мы начнем с водой. Великой. С пакетом к Вене. Великой. Великой. Прямо. Прямо. Великой. Дождик. пошли сейчас на досмотр на выход народу много кстати нет не так уж и много азиатов нет